Александру Захарову долгие годы воспринимали как дочь гениального отца Марка Захарова. И лишь по прошествии нескольких лет ей удалось утвердиться как самостоятельной творческой единице. Но довольно долго ходили слухи, что репертуар Ленкома составляется исключительно под нее, а позже стали поговаривать, что новый худруг желает избавиться от Захаровой. Жизнь Александры не похожа на жизнь любой другой актрисы. Ведь вся ее сущность, начиная с самого рождения, пропитана творчеством. Мама актриса Нина Лапшинова, отец гениальный режиссер, а дома у них, сколько она себя помнит, всегда захаживали знаменитые личности. Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Андрей Тарковский, Виктор Астафьев и многие другие. Саша с раннего детства мечтала стать актрисой. А по-другому и не должно было быть. Надо заметить, что театральный мир дышал сплетнями по отношению к дочке великого режиссера. Ее величали принцессой Ленкома. Домыслов было множество. Например, поговаривали, что Марк Захаров якобы хотел выдать наследницу замуж за Александра Абдулова. Но не сложилось. А потом за Андрея Соколова и так же не срослось. А вот сама Александра замужем побывала лишь однажды и не оставила наследника. Но обо всем по порядку. Родилась Александра Захарова в столице в 1962 году. Родители, как уже было сказано выше, Марк Захаров режиссер, а мама – актриса Нина Лапшинова. Она росла единственным ребенком в семье и из-за катастрофической занятости родителей была в основном предоставлена сама себе. Иногда, а и не иногда, а довольно часто прогуливала школу. Причем однажды отчитываться за прогулы в школе приходилось Татьяне Пельцер. Опять же, из-за занятости родителей. Девочка росла очень мягкой, лиричной, артистичной. А после окончания школы не оставляла вариантов, как поступить в театральный. Закончив Щукинское училище, в котором она, к слову говоря, училась с огромным удовольствием и рвением, получила приглашение сразу в пять театров. Но душа в нее лежала именно к линкому. Туда, где был ее отец. Сначала Марк Захаров провел даже тайное голосование, чтобы понимать, стоит или не стоит принимать дочь к себе на службу. Но большинство проголосовавших так и забирает ее к себе, но вот с ведущими ролями не спешит для своей дочки. Она некоторое время остается задействованной только в массовке. Затем ей доверяют роли второго плана. И уже с легкой руки Глеба Панфилова она дебютирует в 1986 году в первой большой театральной роли Офелии в Гамлете. И лишь только после этой постановки отец стал доверять ей ведущие роли. А вот в кино Марк Захаров доверил первой роли намного раньше театральной своей дочери. Он снял дочь в фильме под названием «Дом, который построил Свифт». А затем актрисе досталась эффектная роль Фимки в «Формуле любви» и яркая роль Эльзы в последнем кинопроекте Марка Захарова под названием «Убить дракона». Но зрителям Александра Захарова больше запомнилась по фильму «Криминальный талант», где ей виртуозно удалось сыграть роль Александры Рукояткиной. И именно после выхода этой картины актриса, как говорится, проснулась знаменитой. Личная жизнь актрисы складывалась не так уж и просто. Многие начинали судачить, когда видели, что какой-то молодой человек оказывает знаки внимания молодой наследнице режиссера. То сразу же приписывали ему корыстные цели. Александре было сложно и самой оценивать, насколько искренне ухаживание молодого человека. Первой влюбленностью Александры стал однокурсник Игорь Шавлак. Но он слыл настоящим лавеласом и просто не обратил внимания на Александру. Он ни о чем не догадывался. Зато другой, Эдуард Томан, активно обращал на нее внимание и пытался всячески ухаживать, чем сразу же породил массу слухов, мол, его любовь – ничто иное, как чистой воды расчет, направленный ради собственной карьеры и московской прописки. А вот Саша тем временем закрутила тайный роман, став любовницей женатого человека. Это был режиссер Сергей Ашкенази. Ей на тот момент было 36, а ему – 38. Но Сергей все-таки сделал выбор в пользу своей семьи. Разрыв дался Александре очень тяжело. Любовное разочарование еще долго не оставляло ее мысли и сердце. Но потом в линкоме появляется красавец Андрей Соколов, знакомый зрителю по фильму «Маленькая Вера». И он присматривается к Александре, а она присматривается к нему. Марк Захаров одабривает выбор дочери. Пара какое-то время даже встречалась, но в их отношениях очень быстро закрался разлад. И как потом скажет Андрей Соколов в одном из своих нечастых интервью, что Александра хороша в качестве любовницы, а не жены. И здесь судьба не улыбнулась Саше. Зато потом, в возрасте 29 лет, она таки выходит замуж за актера Владимира Стеклова. Тому на тот момент было 41 год. Правда, сначала ей пришлось опять походить некоторое время в любовницах у него, так как Владимир был не свободен. Но дочь его выросла, ей на тот момент было уже 18 лет, и он оставляет первую жену ради Захаровой. Бракосочетание состоялось в 1991 году, и довольно длительное время между супругами были очень теплые отношения. А вот за спиной у них все продолжали судачить. Мол, Владимир женился на Александре только потому, чтобы получить работу в линкоме и ведущие роли в придачу. Александра же не обращала на это внимания, пока не вскрылась ужасающая измена мужа. Оказалось, что через 6 лет после их женитьбы у него родилась дочь на стороне. От стоматолога Ольги Земляновой Марк Захаров пришел в ярость. Ведь им и так приходилось на протяжении многих лет слушать о неискренности брака с его дочерью. А теперь вскрылась такая правда. В ярости он выгоняет зятя из линкома, а дочь Александра разводится с мужем. За 9 лет брака ей так и не удалось забеременеть. Владимир также потом скажет, что, вероятно, у его бывшей жены были проблемы со здоровьем. Ведь она так и не смогла забеременеть, потому что у него самого трое детей. Больше попыток к замужеству Захарова не предпринимала и старается максимально скрывать все события личной жизни от окружающих. В 2014 году ушла из жизни мама Александры. А через 5 лет и отец Марк Захаров. Александре очень тяжело дался период ухода самых близких и дорогих для нее людей. Ведь она совсем одна и одной, и приходилось справляться с горем. Но нашлись те, кто судачил, мол, Александра стала крепко увлекаться спиртным. Но коллеги по линкому опровергли подобные слухи. И после ухода отца она рассчитывала, что должность худрука перейдет ей. Но вместо этого ее вручили администратору театра Марку Варшаверу, который пытается подмять под себя театр и всячески старается вытеснить Захарову. Их перипетия относительно этой истории продолжается до сих пор. А если говорить о кинематографической карьере, то для Александры Захаровой, кажется, она закончилась. Ее давно не зовут сниматься, и если раньше она могла позволить себе выбирать роли, то сейчас просто не поступает предложений. Но и из театра она не собирается увольняться, несмотря на конфликт с новым худруком. Зато Александра находит утешение дома в большой родительской квартире, где ее ждет несколько любимых собак, которые преданы, как никто другой. О себе она говорит, что настоящая собачница. С собаками проводит очень-очень много времени. Кто-то скажет, что одиноко, бездетно, но Александра не унывает, хоть ей уже и 60. Александре Захаровой пришлось всю жизнь доказывать свою творческую состоятельность, научиться не оглядываться на слухи и сплетни за своей спиной, а также различать искренность и лукавство по отношению к себе. И в одном из своих интервью она заинтригованно сказала, что имеет любимого мужчину, имя которого, а также профессию или еще какие-то подробности попросила оставить в тайне. И назло всем пересудам, все равно счастливо, любит и любимо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok